Марка Genesis представила седан G70 нового модельного года. Правда, изменения коснулись лишь состава комплектаций. Наиболее заметная новость – это появление новой комбинации. От базовой она отличается полностью светодиодной оптикой, подогревом руля, электромеханическим ручником и беспроводной зарядкой для смартфонов. Для средних версий теперь можно заказать пакет Sport. За 100 тысяч рублей покупатель получит соответствующий декор, 19-дюймовые колеса и аудиосистему Lexicon. А топовые исполнения отныне имеют виртуальные приборы. Volvo объявила масштабную сервисную кампанию. Под отзыв попадают без малого 740 тысяч легковушек и кроссоверов шведской марки, выпущенные за последние полтора года. Проблема была обнаружена датской компанией FDM. Во время тестов кроссовера XC60 автомобиль сбил муляж человека, стоявший неподвижно на дороге. При этом система автоматического торможения должна была среагировать на него и остановить автомобиль. Причина сбоя в ошибке программного обеспечения. Компания Ford Solar's Holding объявила об отзыве более чем 18 тысяч автомобилей. Половина из этого числа – это Ford Mondeo с 2015 по 2019 годов выпуска. Остальные машины – это пикапы Ford Ranger, собранные с 2004 по 2012 годы. Рейнджерам заменят газогенераторы для фронтальных подушек фирмы Takata. У Mondeo обнаружились дефектные тросы переключения передач на шестиступенчатом автомате. Из-за этого коробка может не перейти в режим паркинга, хотя селектор будет находиться в этом положении.